Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Иоанн Златоруст в своей беседе об апостоле Петре и пророке Ильи говорит, что согрешившему не должно отчаиваться в своем спасении. Кто из людей без греха, скажи мне. Но для того и существует жертва и церковь, для того молитвы и посты, что есть много ран душевных, поэтому и найдено много врачебных средств против них. И против каждой раны душевной приготовлено соответствующее врачество. Ты имеешь церковь, приносящую жертвы, молитвы отцов, руководство Святого Духа, службы в память мучеников, сон святых и многое такое, что может обращать тебя от греха к праведности. Или ты не знаешь, что и сами предстоящие преджетвенникам подвержены грехам. И они обличены плотью, наполнены кровью и составлены из костей. И мы сами, которые сидим на седалище и учим, подвержены грехам, но не отчаиваемся в человеколюбии Божьем и не приписываем ему жестокости. Ибо все мы, люди, составлены из одного и того же, и не перестаем учить, взирая на бездну человеколюбия Божия. И мы, чем больше имеем преимущество по сану, тем больше подлежим обвинению, ибо иное дело грешить учащемуся, а иное учащему. И однако мы не отказываемся от этого, чтобы под предлогом смирения не предаться беспечности. И это произошло по распоряжению Божию, что и сами священники подвержены грехам. А как это послушай? Если бы мы сами, учители и священники, не грешили и не были причастны страстям житейским, то они были бы бесчеловечны и жестоки в отношении к другим. Посему Бог устроил, что и сами священники, и начальники подвержены страстям, дабы в том, в чем сами стражут, они оказывались нисхождение другим. И всегда, не только ныне, но и в древности, Бог устроил так, что тем, которым Он благоволил верить в церковь и народ, Он попускал подвергаться грехам, дабы они от своих падений делались человеколюбивыми к другим. Ибо если бы сами они не грешили, то не стали бы оказывать никакого снисхождение грешникам, но, сделавшись бесчеловечными, отлучили бы всех от церкви. И что это действительно так, я говорю это не по догадке, постараюсь объяснить очевидным примером. Петру имели быть верены ключи церкви, или лучше, верены ключи неба, и имело быть верено множество народа. Ибо что говорил ему Господь, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея 16, 19. Петр был иногда слишком строг, а если бы он был и безгрешным, то какое снисхождение могли бы получить от него поучаемые им. Поэтому божественная благодать попустила ему впасть в грех, дабы в том, чем он страдал, он был снисходителен и другим к другим. И посмотри, кому она попускает впасть в грех. Этому Петру, Верховному из Апостолов, непоколебимому основанию, несокрушивому камню, первому в церкви, необуреваемой пристани, непоколебимому столпу. Тот Петр, который говорил Христу, хотя бы надлежало мне уверять с тобой, не отрекусь от тебя, Матфея 26, 35. Петр, который по божественному откровению исповедал истину, «Ты, Христос, Сын Бога Живого», Матфея 16, глава 16 стих. И он в ту ночь, когда был предан Христос, вошедший в стан у костра, чтобы сгреться, и услышав от одной рабыни, подошедшей к нему и сказавшей, «И ты вчера был с этим человеком», отвечал, «Не знаю сего человека», Матфея 26, 69, 72. И во второй и в третий раз отрекся, тогда, наконец, Иисус взглянув, напомнил ему сказанное, и он, разумев, начал плакать и каяться в грехе. Так человеколюбивый Господь попустил ему впасть в грех, ибо знал, что он, как человек, подвергался человеческому. Но, как выше сказал я, это устроено и попущено было Петру, согрешить потому, что ему имело быть верено множество народа, чтобы он, оставаясь строгим и безгрешным, не был жесток своим братьям. Он впал в грех, чтобы, помня собственное прегрешение и прощение Господа, оказывать другим милость, человеколюбие по божественному строению, согласно с волею Божией. Таким образом, попущено было согрешить тому, кому имела быть верена церковь. Столпу церкви, пристанищу веры Петру, Учителю Вселенной, и попущено было согрешить, чтобы это попущение послужило поводом человеколюбия к другим. Но для чего говорю это? Для объяснения того, что и мы, священники, сидящие на седалище и поучающие, подвержены грехам, потому и не верено священству ни ангелу, ни архангелу, ибо они безгрешны, дабы по строгости они внезапно не поражали молнию грешников из народа. Но человеку, рожденному от человека, верено это седалище, и он сам подвержен страсти греху, чтобы, встретив какого-нибудь грешника, он вследствие собственных прегрешений был более человеколюбив грешнику. Подлинно, если бы священником был ангел, то он, встретив какого-нибудь прелюбодея, тотчас осудил бы его на смерть, не будучи сам подвержен такой же страсти. Посему, если бы ангел получил власть священства, то он не учил бы, но тотчас осуждал бы на смерть, ибо, не будучи сам таким, он воспламенялся бы гневом против такого человека. Потому она верена человеку, чтобы он, сознавая свои грехи и научаясь опытом, был снисходителен грешникам и не раздражался гневом, и чтобы церковь не оскудела через такой образ действия. Илья, пророк, заключающий небо, остановивший дождь, низводящий огонь с неба, услышав слово Изавели, хотевший убить его, обратился в бегство и бежал сорок дней. Две твердыни были поколеблены женщиной. Петр устрашился рабыни, а Илья и Изавели оба впали в одинаковые грехи. Он много думал о себе, как о безгрешном, а теперь сам оказался впадшим в грех, так как Бог попустил это с намерением, чтобы он, получив сам снисхождение, не был жестоким к другим. И бежал Илья сорок дней. Где же те слова, которые говорил он, и которыми низводил огонь? Так и Бог хотел показать, что и в то время, когда Илья совершал чудеса, не он сам собой действовал, но сила Божия. И потому смотри, что происходит. Когда действовал Бог, тогда падали и цари, и начальники, и народ. А когда Бог отступил, то и женщина показалась страшной. Бог отступил, и природа человеческая оказалась бессильной. Видишь ли, как попущено было ему впасть в малый грех, чтобы облечься в целую одежду человеколюбия. Видишь ли, как Бог попустил впасть в малый грех к толпам, оплотам и твердыням. Это так, чтобы они в случае собственной безгрешности не отлучили всех от церкви, чтобы они, когда увидят какого-нибудь грешника и захотят поступить с ним, не снисходительно вспомнили о собственной греховности и оказывали ему такое же человеколюбие, какое сами удостоились от Господа. Это сказали мы не для осуждения праведников, но желая облегчить вам путь ко спасению, дабы вы, когда согрешите, не отчаивались, в своем спасении, припоминая праведников согрешивших, но при помощи покаяния, не лишившихся своей чести. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.